Эммануэль Фринпонг родился 10 января 1992 года в Гане, город Кумаси. Вся его семья принадлежит народу Ашанти. В современной Гане Ашанти это государство государств, со своим королем, племенным советом и мощным лобби. Король Ашантихет, признанный вождь племени Ашанти. В начале профессиональной карьеры футболиста именно Арсен Венгер стал вторым отцом и предводителем, который поверил молодого Ганса и начав полировку его таланта. Совет племени Денчьиры, преданные братья. Именно Арсенал стал вторым домом для Фринпонга, куда он мог уходить и забывать о всех проблемах, связанных с британской жизнью. Коллектив действительно принял его за открытость и доброжелательность, но только не на футбольном поле. Выходя на газон, он полностью отдавался игре номер один. Мощное лобби, воин, действующая сила народа. После ухода Эммануэля и Буэя в Галацарай многие задались вопросами, кто станет главным, заводилой в раздевалке Арсенала. Возможно, стоит обратить внимание на Эммануэля Фринпонга. Эксцентричный ганец быстро завоевал симпатии болельщиков, благодаря агрессивному стилю игры и чудачествам вне поля. Он пришел в клуб, когда ему было 9 лет, затем в течение долгих 10 лет отмечался выступлениями за молодежную и резервную команду канониров. Его талант не остался незамеченным, и в прошлом сезоне Венгер привлек Эммануэля в главную команду, перед началом Кубка Эммиратов. К сожалению, тогда травма не позволила Фринпонгу проявить себя в полной мере, но теперь он вполне готов играть и выходить на поле. Вряд ли вызовет негативные эмоции у болельщиков Арсенала. Кто знает, возможно, сейчас мы наблюдаем за игрой футболиста, который, как и Адамс, удостоится почетного прозвища – Мистер Арсенал. Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Фринпонг видит себя только игроком Арсенала. Несколько месяцев назад, когда тема ухода Самира на Асри была особенно актуальна, Эммануэл заявил следующее. «Я никогда не уйду из Арсенала. Даже если меня отчислят из команды, я упаду на колени и буду просить дать мне возможность остаться. Им придется выносить меня на руках, чтобы окончательно избавиться от меня». Несмотря на молодость футболиста, его слова звучат достаточно убедительно, особенно по сравнению с тем, что говорили те, кто считал возможность выступать за Арсенал лишь ступенькой своей карьеры, а не привилегией. Креативность Фринпонга, его настрой и эксцентричность не могут не вызывать симпатии. Будем надеяться, что в Арсенале Эммануэль реализует весь свой потенциал, добьется успеха вместе с клубом и не раз поднимет над головой столь желанные трофеи. Смотрите футбол, любите футбол.